Деструктивные религиозные течения и их признаки. В мечети прошел двухдневный семинар. Участниками встречи стали молодые психологи и теологи. Как защитить себя от последователей нетрадиционной религии и как помочь тем, кто попал под их влияние, расскажет Дин Мухаммед Амангазеулы. Танерке Сабден теологом работает всего два месяца. До этого девушка изучала сферу религий и работала в мечети. Сегодня под ее чутким наблюдением 10 человек, которые попали под влияние деструктивного религиозного течения. Наша главная цель – помочь людям, которые сошли с верного пути. Мы приходим к нуждающимся на помощь лично и работаем с ними. Есть женщины, которые приехали из Сирии с неверными религиозными взглядами. Мы и с ними работаем. Сегодня мы будем изучать психологию таких людей. Нам покажут, как с ними нужно работать. На семинаре участвовали 15 человек. Кроме специалистов теологической реабилитации, были и молодые психологи. Участников интересовали методы общения с людьми с радикальными религиозными взглядами. Своим опытом на семинаре поделилась Гульнас Раздыкова. Опытный реабилитолог рассказала слушателям, как оказывать психологическую и социально-правовую помощь. К сожалению, на сегодняшний день у нас в обществе еще сохраняются люди, которые являются жертвами, пострадавшими от деятельности различных деструктивных, псевдорелигиозных течений. В том числе и сегодня будет одна из тем, которые я буду освещать, это методы работы с нашими женщинами-репатрианками, которые были эвакуированы из зоны террористической активности. Семинар по теологическим и психологическим аспектам реабилитации проходил два дня. В конце встречи всем участникам вручили сертификаты. Дин Мухаммед Аманғазул, Ернур Жымарт, Зарин Золпықар, Телеканал Сырарка.